Вести Карачаева, Черкесия В республике стартует программа расширенного неонатального скрининга. Газбромгазораспределение Черкесск почти на 100% выполнил мероприятие по догодификации. И 27 тысяч учеников начальных классов республики получат сладкие подарки от руководителя региона. Далее об этих и других темах подробно. Руководитель региона принял участие в заседании Государственного совета, посвященного вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, которые провел президент России Владимир Путин в Кремле. Тему Госсовета глава государства назвал стратегически важной для России, ведь нынешние молодые люди через 10-20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития страны, которые определяются уже сегодня. Путин отметил, что молодых людей в стране порядка 40 миллионов человек, их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, а их устремления и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценности и традиции преданности Родине, конечно, будут определять ее будущее. Президент призвал в работе с молодежью действовать тонко и деликатно. Нужно полностью исключить формализм и казенщину четко слышать запросы ребят. Учитывать, что российская молодежь многонациональная, представляет различные конфессии. Президент также поручил главам регионов оказать всестороннюю поддержку движению первых. Это всероссийское движение детей и молодежи, отметив, что название выбрано удачно. Глава Карачао-Чикеси Рашид Тимрезов в Кремле принял участие в акции «Елка желаний». Руководитель региона снял несколько шуров, где указаны заветные мечты детей. Девочка Мария из Донецкой Народной Республики мечтает о кукле Риборн. Александр из соседнего Старопольского края загадал радиоуправляемый танк, а Тимирлан из Карачао-Чикеси попросил детский планшет. Это замечательная новогодняя традиция, которая помогает верить в чудо тем, кому сейчас это особенно необходимо. Все их пожелания непременно исполнил в ближайшие дни, написал Рашид Тимрезов в своем официальном телеграм-канале. Спортивная школа есть, а здания для тренировок у спортсменов нет. Эту проблему борцов-вольников Тиберды озвучили на прямой линии с Рашидом Тимрезовым. Глава Республики пообещал, что в скором времени вопрос со строительством ФОКа в Тиберде будет решен. Город Тиберда заслуживает. Это курортный, красивый город. Город-курорт на самом деле. Я думаю, что Министерство спорта Карачао-Черкесской Республики проведет работу. И если не в 2023 году, то в 2024 году мы обязательно приступим. За один год мы его построим. Величина прожиточного минимума в Карачао-Черкесе на 2023 год установлена в размере 13 225 рублей на душу населения, что на 14,8% больше, чем в этом году. Прожиточный минимум для трудоспособного населения Республики составит 14 415 рублей. Пенсионеров 11 374 рубля и для детей 13 637 рублей. С прошлого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. Министерство труда и социального развития Республики прокомментировало обращение многодетной мамы из Усть-Жигутинского района, которая попросила главу региона Рашида Тимрезова в ходе его традиционного общения с земляками в прямом эфире республиканских телеканалов установить фиксированную дату ежемесячных детских выплат. Информацию комментирует руководитель ведомства Руслан Шаков. В соответствии с поручением главы Карачао-Черкесской республики Рашида Бразбевича Тимрезова все выплаты осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами в течение месяца без задержек и задолженности. Я хотел бы довести до всех мамочек. Ни в одном субъекте на сегодняшний день фиксировано даты назначения. Выплат нет. Специально я сегодня еще раз, очередной раз обратился к своим коллегам-министрам соседних субъектов, к министру республики Адыгея, Ставропольского края, к абразделям Балкарии и Северной Осетии. Они тоже подтвердили, что, к сожалению, несмотря на многочисленные обращения, установить одну дату назначения и отчувление выплат не получается. К примеру, Адыгея платит к 25 числу, Осетия к 22, Кабардино-Балкарская республика с 10 числа текущего месяца до последнего дня месяца. Что касается текущей выплаты за декабрь, я хотел бы успокоить всех мамочек. Вся необходимая работа в настоящее время ведется. Мы считаем, что до конца недели все получатели получат оставшиеся выплаты. В Малом зале Дома правительства состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Карача-Чикесии. Участники мероприятия заслушали отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Прикубанского муниципального района за истекший период уходящего года. Обсудили вопросы эффективности мер по предотвращению и пресечению преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних, а также утвердили план работы на следующий год. В республике будет создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. Соответствующий проект постановления поддержали на составшемся заседании регионального правительства. Центр будет предоставлять 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг без необходимости личное присутствие граждан. Это позволит не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и способствовать сокращению сроков предоставления услуг как минимум в три раза. До конца следующего года в Крач-Чикесии в электронный вид будут переведены порядка 90 услуг. Напомним, еще в позапрошлом году президент страны поручил правительству обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах. В мае прошлого года было поручено обеспечить поэтапный переход до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в МФЦ. С 1 января грядущего года в республике стартует программа расширенного неонатального скрининга. Программа позволит диагностировать около 40 врожденных наследственных заболеваний. Карачаево-Черкесия закреплена за краевой клинической больницей номер 1 имени профессора Очаповского Краснодара. Анализы будут направляться без участия родителей. При этом все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в медико-генетическом научном центре имени Бачкова в Москве. Такая двухступенчатая система позволит обеспечить достоверность результата скрининга и в случае выявления заболевания вовремя начать лечение. Газпром газораспределения Черкесск на 99% выполнил мероприятия по догазификации, предусмотренные планом-графиком на 2021 и 2022 годы. От жителей региона поступили 3299 заявок на подключение к сетям газоснабжения. Газопроводы построены до границы 2776 домовладений, из них 1152 фактически пользуются газом. Напомним, в регионе по решению руководителя республики газ от границ земельного участка до домовладения будет проводиться за счет местных властей и газовой компании. Газовики рассчитывают, что строительство всех запланированных в этом году объектов будет завершено до конца декабря. Одновременно с этим специалисты приступили к реализации планов на следующий год. По поручению главы Корчаича Кейс Рашида Тимрезова, наша республика продолжает централизованно формировать дополнительную помощь для нужд военнослужащих, мобилизованных от республики. В рамках работы оперативного штаба, созданного по поручению главы, к нашим бойцам отправлен особый груз, собранный и приобретенный при участии депутата Государственной Думы Джоширбека Узденова. В него вошло необходимое военнослужащим дополнительное тактическое оборудование и снаряжение, а еще вместе с этим грузом наши земляки получат письма и открытки, написанные детьми Корчаича Кейси. Об этом рассказал руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Руслан Джамбаев. Груз мы отправляем в рамках работы оперативного штаба, который был создан по поручению главы республики Рашида Бориспича Тимрезова. Данный груз сформирован по личной инициативе нашего депутата Государственной Думы Джоширбека Борисовича Узденова. Сегодня мы передаем нашим бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, пять тепловизоров, пять тепловых пушек и семь бензопил, которые сегодня так нужны нашим бойцам на передовой. Также вместе с этим грузом мы передадим открытки и письма, которые написали юные жители нашей республики. Эта работа будет продолжаться. Те потребности, которые сегодня есть у наших бойцов, они будут своевременно закрываться в рамках работы нашего штаба. Почти сто пар носков связала и передала Шахира Хубива в рамках акции «Бабушкина забота» партии «Единая Россия». Их вместе с еще шестью тысячами вязанных изделий уже направили жителям Донбасса, а также мобилизованным и военнослужащим участникам спецопераций. И получили обратную связь, что все они чувствуют душевное тепло, которое вложено в каждую вещь, что вязали жительницы нашей республики. В свои 87 лет Шахира Умаровна и Дняни может предстать без спиц в руках, продолжает вязать и радовать родных и близких своими изделиями. Сейчас заботливая бабушка живет в селе Дружба в окружении многочисленных внуков и правнуков, которые души в ней не чают. Как мы уже сообщали, придомовую территорию многоквартирного дома на Калантеевского 2 пострадавшую в ходе строительных работ в детской школе искусств Черкеска планируют восстановить до конца текущего года. С просьбой привести в порядок двор обратилась на прямую линию главы Крача Ачьеси, одна из жительниц этого дома. Она рассказала, что территория дома раскопана, отсутствует тротуар, при сильных осадках во дворе стоит вода из-за того, что строители подняли уровень площадки школы. Планируется, что в ходе восстановительных работ будет обустроен тротуар шириной 2 метра, а также проведена планировка при домовой территории путем завоза чернозема. Жильцов многоквартирного дома беспокоят также ненадлежащие состояния фасада. Чтобы его обновить, нужны немалые средства. В 2016 году в многоквартирном доме по программе капремонта отремонтировали кровлю, а ремонт фасада возможен не скоро. Косметический ремонт может организовать управляющая компания дома, которая пока бездействует, несмотря на неоднократное обращение горожан. В республиканской столице сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями таможни проверили автомашины с иностранными регистрационными знаками. Информацию комментирует государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по Крача-Чекесии Лилия Гокушева. Сотрудники госавтоинспекции МВД России по городу Черкесску совместно с представителями Северокавказской оперативной таможни провели профилактическое мероприятие в республиканской столице. Основной целью рейда являлось выявление незаконно обвезенных в Российскую Федерацию транспортных средств, зарегистрированных и состоящих на учете иностранных государств. В ходе мероприятия останавливали автомобили с иностранными регистрационными знаками, а представители таможни службы осуществляли проверку документов. В рамках рейда проверено более 40 автомашин с указанными регистрационными знаками. Выявлено три факта нарушения таможенного законодательства Российской Федерации, 11 нарушений правил дорожного движения. Подобные профилактические мероприятия планируется проводить на постоянной основе. Управление госавтоинспекции МВД по карачащей кейсе информирует о том, что в целях соблюдения законных прав и интересов граждан при получении государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в периоды выходных и праздничных дней с 31 декабря по 8 января следующего года регистрационно-экзаменационные группы и межрайоны регистрационно-экзаменационный отдел госавтоинспекции будут работать 4 и 5 января будущего года. Время приема граждан остается прежним с 9 до 18 часов, обеденный перерыв с 13 до 14.00. Получить государственную услугу по линии госавтоинспекции можно и посредством единого портала государственных муниципальных услуг и по предварительной записи. Анализ статистики за январь-ноябрь этого года свидетельствует о снижении общего количества криминальных деяний на 1,5%, в том числе тяжких и особо тяжких, на 4,6%. За 11 месяцев текущего года зарегистрировано на 3% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 5,7% изнасилований и покушений на изнасилования, на 9,7% разбоев, на 6,5% грабежей и на 12,6% уголовно наказуемых хулиганств. Число краж сократилось на 3,9%, в том числе квартирных на 5,6%, краж транспортных средств почти на 19% и их угонов на 9%. За истекший период правоохранительными органами раскрыто более 953 тысяч преступлений, почти по 80% из них уголовные дела расследованы. Министерство внутренних дел по Карачао-Чекесе запустило работу по формированию нового состава ведомственного общественного совета. Напомним, в соответствии с указом президента страны об общественных советах при МВД России, при региональном ведомстве создан и действует общественный совет, срок полномочий которого истекает в марте следующего года. Тему продолжит Евгения Узденова, начальник отделения информации и общественных связей МВД Республики. Желающим войти в состав общественного совета при МВД ПКЧР необходимо в срок до 28 декабря 2022 года направить заявки с приложением заявления, анкеты, автобиографии и соглашения на обработку персональных данных через официальную форму обращений на сайте МВД ПКЧР. Перед подачей заявления необходимо ознакомиться с положением об общественном совете, о порядке вступления в общественный совет и скачать бланки для заполнения, которые вы найдете на официальном сайте МВД ПКЧР в разделе «Общественный совет». Задать уточняющие вопросы вы можете по телефону 8 878 2 29 23 36. В Управлении Росреестра по Корчаево-Черкесии застался традиционный пресс-завтрак руководителя управления Аминат Батчаевой с журналистами республиканских СМИ. В ходе общения обсуждены предварительные итоги деятельности управления в сфере земли и недвижимости в этом году. Вместе с тем озвучены и новшества в системе регистрации изменений в законодательстве. С нами была проведена совместно с Казастровой палатой Корчаево-Черкесской республики следующее мероприятие. Были внесены границы 30 муниципальных образований. Из 100 муниципальных образований субъектов из 148 границ населенных пунктов внесены 130. Осталась очень маленькая цифра. По территориальным зонам тоже продвинулись, можно сказать, более 50 границ территориальных зон были поставлены на учет и внесена вся информация введена в государственный реестр недвижимости. По реализации 518 федерального закона можно сказать, что управлением совместно с органами местного самоуправления, с органами государственной власти нашего субъекта тоже проведена большая работа. Если мы будем говорить о цифрах, можно сказать, что более 50 тысяч объектов ранее возникших в РАГ уже поставлены сегодня и права зарегистрированы. Более тысячи ранее ученых объектов в недвижимости также внесены и с учета снято более двух тысяч объектов по субъекту нашему. Ученики начальных классов школ Карачачьи Кеси и дети участников спецоперации станут обладателями новогодних гостинцев от главы республики Рашида Темрезова. Подарки получат около 27 тысяч детей. Это учащиеся с нулевого по четвертые классы из всех городов и районов республики. Кроме того, дети в возрасте до 14 лет, родители которых принимают участие в спецоперации, будут приглашены на новогоднюю елку главы Карачао-Черкесии. Они также получат сладкие подарки от руководителя региона. В преддверии новогодних праздников в Карачао-Черкесии также пройдет праздник для 600 ребят, добившихся значительных успехов в учебе, спорте и творчестве. Радио России. Карачао-Черкесия. Погода. Выше 2,5 тысяч метров. Сограняется лавина опасность. В Черкесии без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 8. На этом новостной блок совершен. Его управила Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачао-Черкесия. До новых встреч!